всем доброе утро посмотрим что тут море ветер дует прохладный не как вчера жаркий сегодня неплохо поработала теперь только домой покушать у нас понедельник будет здесь в этой деревушке процессион это когда вы носят святую им как статуя святой и вот ее носят по городу какая-то святая у их только тут что я всех нифига не запомню они конечно знают все название сидела но мне это в голову не приходит что в понедельник у нас будет праздник но мне по барабану потому что в понедельник и так выходная вот видите а вот бирхендель росари святая росари сейчас хочу в лидл поехать там цветочки привезли я в принципе не хотела ехать но сейчас залезла в аппликацию 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 как она называется не аппликация приложение и там сегодня по четвергам туда каждую неделю по четыргам возят какие-то продукты в принципе каждую неделю туда возят в общем есть одна идейка по это посмотрю кстати вы не видели у меня какие красивые коврики новые шикардос пишите в комментариях ведь шикардос все серое видите все серые роль серый эти вот это вот от серы бейсболка мужа что-то делать надо ее выбросить потому что это ему типа дарят а не знаете какие реклама что-то мне автобус поехал эту а то за автобусом не охота ехать сколько здесь всего мне сначала тележечку возьми из какой-нибудь цветочек захопаем тракта и маленькие есть фикусы родно я вот хотела вот эти они как в юнке тележку мою унесут вот такие смотрите вот эти вот или вот этих она и тут у меня есть я хочу вот один вот такой взять как этот как он называется так как тростника очень но вы поняли да а другой вот юнок не знаю либо вот такой зеленый либо такой вот такой на импульсиве и будет да чтобы он у меня свисал откуда будет свисать я вам все потом покажу розы не такая на балконе цветет конечно немножко пожухло а вот это тоже классные цветы смотрите блин шикардос такой хочу прям настоящий что тоже шикардос 3 евро стоит классные же а как вы думаете сдохнут у меня не сдохнут что вы думаете по этому поводу угроблю я их не угроблю вот у меня вот такой вот цветок стоит погибается ним очень сложно ухаживать я вычитала ой вот фикус маленький который у меня тоже сдох тут какие-то вот тоже цветочки разные еще много разных цветочков цветочках цветочный рай фикус и меликус и работа баночках смотрите прикольный какой не такой был потом какой-то паразит на нем завелся чем не знаю ты эти классные желтый гляньте какой красивый блин они мне потом не цветут не фил все буду выбирать потом покажу всем вот этот цветок он как юнок да вот хочу что вот так вот сюда водка спускался вот так мне кажется будет классно папоротник вспомнила это папоротник всегда его хотела и вот купила мне кажется он там тоже очень хорошо смотрится закрывая вот этот вот рутер ну и вот этот тоже купила классный такой красивый розовый естественно тут у него цветочки вылазит не знаю что этот цветок мне кажется он тоже хорошо сюда вписывается смотрите такой зеленый уголок у меня эти вонючки сюда поставила на так воняет пахнут офигенно правда пахнут офигенно вообще супер пахнут поэтому пусть тут стоят я сейчас уже иду кушать готовить вкусняцкий салат я так думаю что вкусняцкий там посмотрим белье вчера вот еще сложить сложила разобрать не разобрала сейчас разберу такие вот у меня цветочки мне кажется классненько да ты чё так разлегся-то вообще ты чё деловой столь и столь и деловой ты самый деловой на свете собака да ты моя рыба такая вчера отварила рис все делаю на глаз рис отварила 2 и тут наверное грамм 200 наверное 2 яйца заварила кипятком капусту смотрите какая она сразу прям буквально 2 секунды заварила она уже блин пахнет так вкусно заварилась вот нарезала лучок лучше конечно зеленый лук но у меня такой молодой тоже не это не горький скажем так а если обычный лук то его нужно замариновать в уксусе рисовым либо шпарит кипятком порезала чесночок одну дольку вот налила масло оливковое но еще кунжутной надо у меня такого нету куда ему и теперь добавлю сюда чесночок и начну обжаривать до прозрачности в рис добавляем как вам показать сюда добавила лук зеленый ну типа зеленый теперь добавлю соевый соус на глазок с рис у меня общение соленый поэтому можно смело уксус этот китайский в общем рисовый на глаз все листой чесночок у меня поджаривается и сейчас туда добавлю морскую вот эту вот капусту скажем так отожму немного волшебная ложка дырявый на меня волшебная дырявая ложка и добавлю туда надо добавить кунжутные семечки ну мне их нет у меня есть вот такая вот смесь семечек я их добавлю сюда и сюда же сейчас добавим вот эту воду от морской капусты оставляю на дне потому что там песок и вот так вот минуты две тушим минутки две а пока тушится почищу яйца еще можно добавить не можно нужно перец чили для его нету потому что я острый не люблю но у меня есть вот такая китайская приправа поэтому я ее добавлю немного она острая так вот то не привозила пахнет шикарно я вообще люблю всякие такие вещи в конце добавлю столовую ложку меда или сахара я все перемешаю и добавляю к рису яйца я решила порезать вот так крупного добавить и пробуем сейчас с вами надо чтобы все взять ну что вперед что-то одно яйцо попался очень вкусно очень вкусно очень вкусно кто любит морскую капусту это просто вкуснятина я пошла лопать и и Субтитры сделал DimaTorzok Иду я, значит, гуляю и слышу сзади меня, не знаю, вам, наверное, не видно, две девочки сидят и слышу тут, иду такая никому не мешаю и слышу. На пи-пи, на три веселых буквы, значит, девочка говорит, вторая. А что такое на пи-пи, та и объясняет. Ну, это вот, ну, на испанском, естественно, кроме вот этого слова пи-пи, который состоит из трех букв, на букву х начинается. И вот, значит, видимо, эта русская девочка молодая и объясняет другой испанской, что такое послать кого-нибудь на пи-пи. То бишь, обучает одну испанскую девочку русскому языку. Правильно, вы знаете, я тоже, когда сюда приехала, первое, что выучила, это матершинные слова, ну, на испанском. Хотя, знаете, здесь матершинные слова, мне кажется, не такое значение особенно передают, как у нас в России. То есть, или, может быть, цензура здесь не такая сильная или как-то она, как её назвать ещё. В общем, чему я это говорю? Что, например, по телевизору можно свободно услышать матершинные слова. Конечно, больше ночью я, когда раньше телевизор отключала и слышала матершинные слова, я просто офигевала. Думаю, как это так? По телевизору, в кино. А вообще у них старинные такие фильмы довольно-таки есть очень откровенные, можно даже сказать, какие-то эротические, знаете, которые вот у нас в советское время, допустим, такие фильмы, да, они все похожи, но там прям суперэротические какие-то. То есть, у нас бы их 100% не пропустили в те времена, а здесь они были, запросто их смотрели, с матюками, с сигаретой во рту. В общем, вот так вот. Здесь ничего страшного, если дети маленькие ругаются матюками или тебя пошлют куда подальше. Как говорится, что естественно, то не беза. И вот она, девочка, сидит, мучит. Я так смешно и могу. Так вот. Сегодня... Ой, Чиспи. Чиспи. Вот эта собачка бежит. Чиспи, искра. Чиспа. Чиспита. Ой, там другие маленькие дети. А вот Чарли моих детей маленьких не очень. Точнее, не то, что не очень, он с ними играется, но Чарли, он у меня как бы играется, как прыгает, бегает, гавкает. И чаще дети пугаются. Вот кто бежит. Поэтому, как бы, чтобы избежать испуга, лучше не надо нам детей. Они вот бегут. Винь таки, винь таки. От греха подальше. От греха подальше, как говорится. Просто у меня был один такой случай, знаете. Вот так ребенок тоже бежал, бежал навстречу Чарли. Чарли к нему тоже побежал, но не успел как бы добежать. И ребенок бабахнулся. Я не знаю, то ли по вине Чарли он бабахнулся, то ли что. Но Чарли не успел даже до него добежать. Ну, в общем, или испугался, хотя он... Ну, в общем, они бежали друг к другу навстречу, и тот мандыкнулся. Вот. Ну, я думаю, если бы не было у моей собаки, тот бы не побежал навстречу и не мандыкнулся, да. В общем, как-то чувствовал себя неприятно в этой ситуации. Это уже было сто лет назад, как говорится. Чарли еще был совсем маленьким щенком. И я вот сейчас-то избегаю всех таких ситуаций с детьми. Ну, его нафиг. От детей держимся подальше. И это продолжение в тему о детей. О детях. Тем более, видите, здесь родители. Он, ну, побежал и побежал. Даже не обратили внимания, что куда-то там ребенок убежал. Охи, текомысь! Ну! Вы видали, он что-то сожрал? Ну! Терпая! Вообще не жрет ничего на улице, а тут что-то взял и сожрал. Вдруг это что-то... Как это? Ядом напичканное или еще что-то. Не, ну, вы видали, взял и сожрал гад такой. Терпая, омбри! Дома ни хера не жрет. Такой первый раз вообще у нас. Улица у нас ничего не жрет. Черепахи. Такие смешные две штуки. Большие. Большая черепа. В общем, вот так вот. Ну, я сегодня кайфанула по полной вообще, по полной. Во-первых, наплавала за все три дня, что я не была на бассейне. Потом я залезла в сумбу. Ой, в сумбу, блин. Опять это сумба. Сейчас просто с женщиной. Ну, в общем, все по порядку. Потом я залезла в сауну. Она оказалась очень теплой, горячей. И пока я сидела, там еще три-четыре женщины пришли. Вот. Одна, конечно, убежала. В общем, они разговаривали между собой. И вообще не знали понятия, для чего эта сауна существует. И сидели, говорили, ну, она, в принципе, для кожи хорошо. И продолжает дальше сидеть. Но сидели. Вот. А еще знаете, что я уже месяц с лишним хожу, да? И со мной уже вот эти вот тренеры начали как бы узнавать уже. Вот сегодня один такой. Я только пришла. Он такой, на бодипам идешь? Я говорю, да. То есть, меня уже узнала. А сейчас вот вышла женщина одна, которая со мной на сумму ходит. Идет так, говорит, она начнется сейчас в 8-30, в 9-30, в 9, что ли, не помню. В общем, сейчас начнется. Говорят, ты что, не останешься? Я говорю, нет, она сегодня все, хватит. Говорю, у меня один день одно, второй день другое. Она говорит, да, понятно. То есть, видите, спорт сближает. И женщины такие все. Блин, мусорка, машины ездят. Опасно так. В общем, узнаем друг друга. Они-то ходят уже годами, там все друг друга знают. А я-то всего месяц, я считаю, новенькое средение них, да. Ой, извиняюсь. Вот, и как бы я не то, что как-то стороню... Ой, как мне палец убрать? Просто камеру дома оставила. Я никого, естественно, не сторонюсь, но и как бы, ну не знаю, как-то... Общаюсь по мере общения, да. Они общаются, я общаюсь. То есть, сама никому не навязываюсь. А еще там довольно-таки много девчонок, вы знаете. Я-то с девчонками русскими со всеми... Ну как, со всеми невозможно общаться, их очень много. Здесь... Где камера, не пойму. Надеюсь, я туда смотрю. Вот. Но друг друга в лицо мы почти всех знаем. И вот много вот так встречаю, много девчонок русских ходят тоже в порт-клуб. В общем, я балдею, балдею, с каждым днем все больше. Блин, ну на сауне она сиделась вообще, как змеюка с кожей со мной, с меня слезла вообще. Еще знаете что? Надо обязательно купить пилинг для рожи. Я уже третью неделю забываю его купить. Ну вы уже, наверное, поняли, что у меня с головушкой не того. Она все забывает, списки мне не помогают. Потому что я в них не смотрю нифига. В общем, вот так. Такие вот у нас новости. Но в понедельник, надо... Напомните мне, в понедельник пилинг для морды купить. И попилингилить. Я сегодня вот так ручками-то ее потерла, потерла. Коготочками там, но ручки потерла, но это все не то. У меня есть щетка такая специально. И вот надо попилингить. Так что вот такие вот у нас дела. Вот. Иду домой. Выдула литр воды с лимоном. Воду я обычно не люблю. А тут думаю, да, за лимончика добавлю. Он же вроде как и полезный, да? И вообще ей прям идет хорошо. Ой. Так вот, Лафаэд. У меня прям, знаете, как будто седьмое чувство после сауны. Такое прям. Я минут, наверное, 15-20 сидела в ней. И прям, знаете, одна сначала сидела. И давай, давай в нее пару поддавать. Женщина там зашла. Такая, ой, я говорю, выйду пока. Ничего-нибудь не это. Удар не схватил. Ой, не выдержала. И сижу, думаю, может, я это сильно нацегарила. А сейчас-нибудь вышла, скажет, это русская-русская. Она привыкла к баням. Ой, вот все вам рассказала, все новости. Что-то куда-то. Ой, бред. Петки. Палец. Где камера? Тут? Ты тут? Или куда надо смотреть? В общем, с камерой, с фотокамерой лучше снимать, чем с телефоном. Потому что не пойму я. Еще телефон-ка я с ногами, чтобы взяла, не пойму. Ну, телефон-ка я с ногами взяла. Хлепота на улице, прям так хорошо. В общем, я иду домой. На ужин сегодня изощрюсь. Сделала себе цикорий с кокосовым молоком. Как вам такая идея? Мне кажется, будет вкусно. А еще я сегодня в Левеле купила. Вот. Я же люблю все пробовать новое. Купила вот такой, кстати, Бриянты. Хорошая фирма. Марка, как там и хочется. Рис необработанный с булгуром. С булгуром. И смотрите, в этих, в пакетиках. Здесь особо в пакетиках крупы не продаются. Здесь продаются как бы уже готовые в этих. У меня, по-моему, есть где-то рис или что-то наподобие. Да. Киноу есть. Вот такая, вот так продают. Уже готовы ее просто разогреть и все. И она готова. А вот так, чтобы в пакетиках, как вот у нас гречку продают. Такого что-то я ни разу не видела. И вот смотрите. Очень интересно. А, оно дробленое, что ли? Интересно. Девки пляшут. В общем, дела попробовать. Здесь 8 пакетиков. А, нет. 5 пакетиков. 8 минут готовить надо. Ну, вот и дела попробовать. Что там? Ну, рис я люблю. Булгур тоже. Булгур, он чем-то похож на этот. На перловку, да? Мне так кажется. Какое-то свое молоко надо все-таки встряхивать. Ой, я сегодня опять, не знаю, завтра встану, не встану. Опять. О, это увеличило. Ну, а где-то увеличиваю, где-то уменьшаю. Это вес. Гантель. Так увеличило, что не могу крышку открыть. Ой, блин. Не могу. Что-то мне кажется, что это не очень вкусно. Не знаю. Выглядит как карамель. Ну, что-то не знаю. Изощряюсь, как могу. Нормально, хотя ни на что не похоже. В общем, вот так. Встану завтра, не встану, не знаю. Я завтра ничего готовить не буду. Муж уезжает. Вот. У меня там еще есть крылышки. Салат этот обалденный с морской капустой. Или не морская капуста. С водорослями вообще. Прям супер. Мне очень понравилось. Теперь хоть знаю. А то у меня лежит этот водоросль. И я не понимаю, что с ними делать вообще. А тут вот нашла хоть какой-то рецепт. Я знаю, что какой-то суп готовят из него. Но это естественно только для меня. Муж у меня такой сроду жрать не будет. Скажет, что это? Это несъедобно. Менец скажет, море выбрасывает на берег. Поэтому я даже не показываю. Чего спорить, доказывать, что это полезно, что это вкусно. Ну, его нафиг не ешь и не надо. Мне больше достанется. Правильно? Правильно. Вот такие дела. Так что завтра готовить ничего не буду. И буду с вами поращаться до завтра. У меня сегодня большой брат по телеку будет. Сегодня кого-нибудь отсюда выгонят. Ой, Господи. Это этот включился. Обогреватель. У нас газовый. Так что я пошла на сеанс. Всего вам самого наилучшего. Завтра уже пятница. Так, завтра пятница. Когда вас с выходными-то поздравлять. Завтра или послезавтра. Ну, в общем, приятных вам выходных. Всего самого наилучшего. Всем пока-пока. Пока-пока.